Здравствуйте, уважаемые родители, педагоги и все те, кто интересуется развитием детей и развитием детской речи в частности. Предлагаю вам сегодня еще одну простую и полезную речевую игру для дошкольников, наверное, младших школьников. Я ее называю в зависимости от задач, которые ставлю, либо буквы на кубике, или слова на кубике, или предложения на кубике. Для большей динамичности, для придания большей динамичности, подвижности игре можно использовать дополнительно песочные часы, кроме самого игрального кубика. Итак, перед началом игры переворачиваем песочные часы и я предлагаю поиграть в игру буквы на кубике. Каждый игрок по очереди бросает кубик и по количеству выпавших точек на кубике нужно назвать слово, которое состоит в данном случае из шести букв. Мы называем слово молоко. Следующий кидает кубик соперник и слово из двух букв. Например, слово ай или ой. И игра продолжается до тех пор, пока не истечет время в песочных часах. Кто не успел придумать слово, а время истекло, тот считается проигравшим. Второй вариант игры, ну, например, предложение на кубике. Точно так же переворачиваем песочные часы, по очереди бросаем кубик и называем предложение из четырех слов. Мама пошла в магазин, а можно поиграть в игру. Рассказ на кубике. Тогда игроки по очереди бросают кубик и придумывают вместе целый рассказ. По очереди составляют предложение из определенного количества слов, которые выпали на кубике. И такое условие предложения должны быть связаны друг с другом по смыслу. Ну, например, первый игрок называет предложение «Наступила весна». Второй игрок называет предложение из шести слов, связанное по смыслу с первым предложением. «На улице часто идут сильные дожди». И до тех пор, пока не истечет время в песочных часах. Чем больше игроков, тем динамичнее и интереснее будет протекать игра. Желаю вам играть в игры полезные, интересные, творческих успехов и хорошего настроения.